череп человека череп человека он относится к осевому скелету еще на прошлой лекции я вам говорил что изучение анатомии человека происходит той проекции как человек стоит с развернутыми ладонями вперед в этой проекции грубо говоря скелет человека состоит из осевого скелета осевой что себя включает осевой скелет череп позвоночный столб ребра и грудина и плюс добавочный скелет добавочный скелет это значит то что прилагается то что фиксируется к осевому скелету добавочный скелет это скелет плечевого пояса и свободные верхней конечности скелет плечевого пояса это лопатка и ключица свободная верхняя конечность это плечо предплечье кисть все то же самое на нижней конечности значит добавочный скелет скелет тазового пояса это кости таза соединенные между собой и свободная нижняя конечность это бедро голень и стопа ну Ну, разумеется, там, я не стану называть по отдельности, это кости, например, голени, да, это большеберцовая, малоберцовая. Кости предплечья, понятно, что там лучевая кость, локтевая кость. Но мы с вами должны понять, что череп относится к осевому скелету. Важность именно изучения анатомии черепа, в отличие от остальных костей, я имею в виду, скелета человека, отличается в чем? Главное отличие. Вот, например, студент выходит, отвечает там бедренную кость, или там отвечает плечевую кость. Да, он вышел, ответил, показал все эти всевозможные борозды, показал всевозможные расщельны, отверстия. Но здесь надо знать, в чем участвует данная кость, особенно эпифизы костей. Нистальные эпифизы, проксимальные, то есть наверняка данная кость, она участвует в образовании каких-то суставов. Потому что скелет человека, это и есть система соединенных между собой костей, за счет вот этих рычагов, за счет суставов. Но важность изучения анатомии черепа, костей черепа, заключается в том, что помимо того, что вы отдельно должны изучать кости черепа в отдельности, то есть височную кость, лобную кость, тименую кость, все их возможные отростки, ямки, поверхности. Вот эти кости, после того, как мы с вами изучим по отдельности, у нас будут последние занятия, которые носят название топография черепа. Что значит топография? То есть это изучение черепа уже в целостности. Ведь в образовании тех же, скажем так, топографо-анатомических, важных топографо-анатомических образований на черепе, например, такие как передняя черепная ямка, средняя черепная ямка, задняя черепная ямка, или, скажем так, глазница, пожалуйста, или полость носа, как участвуют те же кости черепа, те же кости черепа. И вы должны знать, чем образованы их стенки, какие кости участвуют в образовании, скажем, передней черепной ямки, как проходит граница, через какие кости, да, какие кости участвуют, скажем так, к примеру, в образовании медиальной стенки глазницы, латеральной стенки, верхней, нижней стенки. Видите, они разукрашены в разные цвета, чтобы отличить вот эти кости. И вы обязаны знать и ответить. Мало того, уважаемые студенты, вот эти всевозможные топограмматическое образование в черепе, ямки, полости, например, крылонебная ямка в способ террику полятина, височная, подвисочная ямка, которая расположена на боковой поверхности, пожалуйста, височная, подвисочная ямка, крылонебная ямка, соответственно, парное образование, глазница, полость носа. Полость черепа. Ведь они имеют свое антомическое сообщение. Это важно в клиническом плане. В каком плане? Ведь гнойно-воспалительные процессы, еще на прошлой лекции я с вами беседовал о том, что гнойно-воспалительные процессы обычно проходят по ходу сосудистонервного пучка. То есть сосудистонервного пучка, он, можно сказать, прокладывает дорогу гнойно-воспалительному процессу. И тут уже не надо удивляться, почему воспалительный процесс, скажем так, из полости черепа попадает туда в полость носа или крылонебную ямку, а туда, скажем так, подвисочную ямку. А для этого мы должны с вами четко знать все эти образования, с чем они граничны, какие имеют стенки. Например, фософтерик у полятины, крылонебная ямка, которая расположена сбоку. Она имеет следующее, я к примеру говорю, она имеет стенки, передняя стенка, бугор верхней челюсти, тубер макселин, вот здесь. Крылонебные ямки здесь не видно, она спрятана за скуловой дугой. Если ее отрезать, тогда мы попадем в отверстие, через латеральную отсутствующее отверстие крылонебной ямки мы можем попасть сюда, в фософтерик у полятина. Вот, но передняя стенка бугор верхней челюсти, задняя стенка основания крыловидного отростка кленовидной кости. То есть, таким образом, крылонебная ямка имеет вот эти стенки, сообщения, но дальше уже на практических занятиях мы с вами будем проходить, как попасть в крылонебную ямку, как туда попасть пять раз. Ведь крылонебная ямка, она является транзитом, путей сообщения, распространения гнойно-воспалительных процессов. Да, в крылонебную ямку можно попасть из полости черепа через круглое отверстие. В основании черепа вы пройдете, там имеется круглое отверстие, форамин рутундум, да, где проходят черепные нервы, а именно пятая пара черепных нервов, вторая ведь. Вот она туда проходит. Дальше, значит, по пути, значит, через этот нерв, как мы с вами договорились, что именно гнойно-воспалительный процесс распространяется вот эти, распространяется по ходу вот этих сосудов нервных пучков. Так вот гнойно-воспалительный процесс из полости черепа по ходу этого нерва, да, через форамин рутундум может попасть туда, крылонебную ямку, а из крылонебной ямки попадает туда. Так, а дальше вы должны знать уже пути сообщения. Так, крылонебная ямка фософтерикопалятина постепенно суживаясь, сообщается через канал из полятинус майя, вот, через коля большой нервный канал, она сообщается с полостью, то есть с ротовой полостью. Таким образом, воспалительный процесс гной, вот представьте себе, из полости черепа, через форамин рутундум, круглое отверстие, попадает в крылонебную ямку, вот здесь она находится, вот здесь, а из крылонебной ямки через канал из поля, тусмайер спускается, куда? В ротовую полость. То есть вы должны уметь сообщать, у вас на практических занятиях ваши преподаватели будут спрашивать, как из полости черепа попасть в ротовую полость, как из полости черепа попасть в подвисочную ямку, как из подвисочной ямки попасть, например, обратно в полость черепа. То есть вы должны строить вот эти всевозможные туннели. Пожалуйста, например, из ротовой полости попадите в подвисочную ямку. Из ротовой полости, через канал из поля, тусмайер, значит мы попадаем в колонебную ямку, фосфер перега поля, тусмайер, а из колонебной ямки через латеральное отсутствующее отверстие колонебной ямки мы попадаем в подвисочную ямку. Или наоборот, из подвисочной ямки через латеральное отсутствующее отверстие колонебной ямки мы попадаем в фосфер перега поля, а из фосфер перега поля через канализ, значит, форамин ротунду мы попадаем в полость черепа. И так, разных других путей сообщений, то есть где-то 5 путей сообщений. Из полости черепа через форамин попадаем в колонебную яму. Из колонебной ямки может попасть в глазницу через фиссуру орбитарис инферрию, то есть под колонебное отверстие. Особенно эти пути соответствия, то есть сообщения, вам пригодятся при изучении, например, пар череп мозговых нервов. Например, 5 пар череп мозговых нервов. Пожалуйста, вот как идут вот эти нервы, ход нерва, а там очень пригодится колонебная ямка и вот эти пути сообщения. Вот, например, вторая веть троничного нерва, верхняя челюстная, она выходит через форамин ротунду, пожалуйста. А ее веточка, ее веточка, как она делится, верхний челюстной нерв на нервус инфраорбитарис под глазичные и раму зигоматикус. Инфраорбитарис выходит оттуда, через фиссуру орбитарис инферрию. Пожалуйста, вот вам пожалуйста сообщение, колонебные ямки через фиссуру орбитарис инферрию. И та же нервус зигоматикус. В колонебной ямке находится колонебный узел, ганглиум перегопалятин, колонебный вегетативный узел. От этого вегетативного узла потом отходят другие нервы через, скажем так, медиальную стенку. Медиальная стенка, например, перпендикулярно пластинка небной кости. Это медиальная стенка колонебной ямки. И там имеется отверстие, форамин с фенопалятином. То есть от вот этого узла, ганглиум перегопалятином, через форамин с фенопалятином идут нервы, носовые ветви, которые иннервируют слизистую полость носа. Вегетативная иннервация, вегетатика. То есть вегетативная иннервация, это что из себя представляет? Чтобы так знать, уважаемые студенты, вегетатика у нас все внутренние органы, слизистые оболочки, слюнные железы, кладкая мускулатура. А то это все иннервируется вегетативной нервной системой. А у нас полость носа, пожалуйста, имеются бакаловидные железистые клетки, которые мукотелли, как скажем, да? Они уделяют секрет слизистой. Естественно, они нуждаются в чем? Какой вегетативной иннервации? Вегетативной иннервации, пожалуйста. Нерус, поляпись, минер, этмайер, большой и малый небные нервы, которые отойдут от крылонебного узла, который находится в фософтергиопалятин. А зачем они идут в полость из, значит, колоненной ямки, ротовую полость? Вы должны знать, ротовая полость, слизистая оболочка ротовой полости имеется, значит, слюнные железы. Малые слюнные железы, которые высланы, выстилают слизистую оболочку ротовой полости. И они выделяют, вырабатывают что? Слюну. А выработка слюны, эти железы, это тоже вегетативная иннервация. То есть должно быть такое вот логическое мышление. Да. И эти нервы вам очень пригодятся. Хоть нервы, для чего идут, почему идут и так далее. Ну а так, грубо говоря, что там с настройкой? Череп нужен нам. Значит, череп человека, череп человека, значит, как он делится? Кости черепа человека делятся на мозговой отдел и на лицевой отдел. То есть кости мозгового черепа и кости лицевого черепа. Например, то есть классификация, первое деление костей черепа, кости лицевого черепа и кости, скажем, мозгового черепа. К костям мозгового черепа относятся, значит, обратите внимание, лобная кость, ос фронтали, пожалуйста, лобная, непарная лобная кость. Дальше, височные кости, ос темпорали, парные височные кости с обеих сторон, пожалуйста, это, значит, кости черепа, мозгового черепа. Например, парные теменные кости, ос фронтали, вот, с обеих сторон, непарная затылочная кость, которая находится сзади, это кости мозгового черепа. Восставание черепа, если сделать разрез, мы увидим непарную кость, которая находится посередине, клиновидная кость, кость свинной дали, ваша любимая косточка, вы будете ее изучать. Клиновидная кость, это тоже непарная кость, значит, мозгового черепа, плюс, к костям мозгового черепа относятся решетчатая кость, ось, это майдали, решетчатая кость, значит, это кости мозгового черепа. Обратите внимание на форму этих костей, уважаемые студенты, они имеют пластинчатую форму, значит, из общей анатомии строения вообще скелета человека, кости, они тоже бывают разного рода, бывают пластинчатые, губчатые, да, вот, или смешанного характера. Пластинчатые кости в скелете человека, они в основном выполняют защитную функцию, то есть защищают, скажем так, внутренние органы от внешних воздействий, там, и в данном случае пластинчатые кости мозгового черепа, соединяясь между собой посредством всевозможных соединений, пожалуйста, вот они, вот эти соединения, неподвижные соединения, они полости, формируют полость черепа, и таким образом в полости черепа, пожалуйста, у нас находится что? Жизненно важный орган, это у нас головной мозг, головной мозг, в черепе у нас находятся начальные отделы дыхательных, пищеварительных путей, пожалуйста, вот здесь находится, вот, дыхательных, пищеварительных путей, органы чувств, в черепе находится вот эту важность, знание анатомии черепа, значит, с мозговым черепом понятно, мозговой отдел, мозговой отдел костей, значит, черепа, дальше, лицевой отдел, ну, кость лицевого черепа, понятно, обратите внимание, вот они покрашены, в разные цвета. Скуловые кости, ось гоматикус, вот они. Верхняя челюсть, пожалуйста, макселя, парные кости, что скуловые кости, верхняя челюсть, носовые кости, пожалуйста, вот они, парные кости лицевого черепа. Дальше там сошник, непарная кость, которая составляет большую часть носовой перегородки. Вот. Непарная, подвижная, единственная подвижная кость на черепе, скажем так, нижняя челюсть, мандибуля, которая образует, которая образует мнение не надо которая образует с костями скажем черепа подвижный височно-нижнечелюстной сустав то есть дальше когда мы с вами будем проходить еще череп вот эти возможно соединения строения соединение костей черепа это очень интересно где имеется подвижные имеется неподвижные соединения каких-то костях между какими-то соединением костей черепа присутствует скажем так феврозная ткань а где-то присутствует хрящевая ткань а где-то присутствует косная ткань и как постепенно происходило замена одной ткани на другую постепенно да но тем не менее единственные подвижный сустав на черепе это височно-нижнечелюстной сустав вы должны будете дать определение каждому суставу чем чему они относятся вид то есть если две косточки как-то соединяется между собой все это уже соединение независимо есть движение в этом суставе или в соединении нет движения там две косточки соединяется между собой все это уже соединение вот пожалуйста скуловая кость соединяется с верхней челюсти вот вот это соединение пожалуйста это соединение вот они соединяются между собой точно так же пожалуйста кости черепа ведь вот эти швы швы как они называются вот пожалуйста венечный шум сутура коронаида который проходит черепа фронтальной проекции по передней поверхности где прочно соединяет лобную кость с парными теменными костями пожалуйста вот вот теменные кости лобная кость за счет венечного шва соединяется с теменными костями дальше кости одной половины мозгового черепа скажем теменные кости теменные кости они соединяются между собой за счет сагитального шва вот здесь сагитальный шоу пожалуйста сутура сагиталис потом сзади где затылочная кость соединяется с теменными костями вот ландовидный шоу из височной кости вот он ламда видны шоу. Но дело в том, что это все, они все соединения. Просто вопрос заключается в чем? Вопрос заключается в том, какая ткань там присутствует. А ткань бывает разная. Изначально, скажем так, соединительная ткань, фиброзная ткань. Например, после рождения там присутствует фиброзная ткань, соединительная ткань между ними. Даже имеются роднички. Роднички это вид соединительной ткани. Это виды синдосмоза, виды соединения таких вот неподвижных соединений. Ну а потом уже когда соединительная ткань, фиброзная ткань заменяется костной тканью, то здесь происходит осификация, значит замена соединительной фиброзной ткани костной и все это превращается в синустоз. Происходит синустозирование. То есть между этими швами остается фиброзная ткань превращается в костной происходит синус тос то есть несколько таких и там хотя на черепе имеется синхондроза тоже то есть когда между костями присутствует хрящевая хондро хрящ вот некоторые кости основании черепа вид здесь все хитро задумано вот кости основании черепа с нижней поверхностью пере persönlich слайд где основание черепа показан полистайте дальше 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 местами дистанции скайли дальше дальше основание черепа нижние поверхность черепа показанных нет вы вы пошли вперед назад вернись пожалуйста и назад назад завод он на сово не черепа Вот пожалуйста кость основания черепа. Вот пожалуйста височная кость, пирамиды височной кости, вот затылочная кость, вот кленовидная кость. Кстати говоря вот она непарная кость, кленовидная ось фенойдалии, которая находится в центре кости мозгового черепа. Вот она образуется в пирамиде височной кости, а пирамиды височной кости образуют в затылочной кости, пожалуйста виды соединения. И здесь присутствует хрящ, хрящевая ткань, это синхондрозы, причем эта ткань не исчезает, она остается всю жизнь. Для чего? Чтобы придать пластичность костям черепа, пластичность. Если обратить внимание дальше по классификации, вот мы говорим, кости черепа делятся на мозговой отдел, лицевой отдел, это раз. Второе. Кости черепа делятся на парные и непарные. Например, кости мозгового черепа, парные кости, пожалуйста, височные кости, теменные кости, непарные кости, затылочные лобные кости. Или, например, кленовидная кость. Кости лицевого черепа, пожалуйста, парные и непарные. Парные кости лицевого черепа, пожалуйста, верхняя челюсть, там, скуловая кость, слезные кости, непарные кости лицевого черепа, там, нижняя челюсть, сошник. помимо этого кости черепа они есть в полости содержащие и полости не содержащие пневматичные кости черепа например есть пневматичные кости черепа лобная кость от фронтали лобная кость вот в этом месте у лобной кости имеется полость эти полости получили название синусы пазухи пазуха лобная пазуха лобная кость вас фронтали пазуха синус значит лобная пазуха синус фронтали из пожалуйста на из костей мозгового лицевого черепа например верхняя челюсть ось макселя она содержит себе полику полость редкий челюстная пазуха синус макселярис до синус макселярис пожалуйста ячейки решетчатые кости вот клиновидная кость которая находится в середине кость мозгового черепа непарная кость она содержит себе клиновидную пазуху нужно в пазуху пустое пространство пустота но возникает вопрос а что это дает наличие этой пазухи наличие этой полости вот что это дает во первых при наличии пазухи при наличии вот эти пазухи полости они придают костям черепа легкость они придают костям черепа прочность то есть за счет наличия этих полостей кости черепа они становятся легкими это раз. За счет наличия этих пазух, синус там, макселярис, синус фронталис, кости черепа становятся прочными, но в сочетании имеется в виду с контрафорсами. Прочными. В этих пазухах происходит, они еще предназначены для терморегуляции. Дальше. У человека голос, голос образования происходит в гортане, когда строя воздуха проходит через голосовую щель, голосовые связки, там контакт, и естественно происходит голос образования. Речь формируется в ротовой полости, но вот этот голос, он приобретает соответствующий оттенок, то есть внятность, четкость, ясность. Когда голосовая волна при прохождении ударяется об стенки этих полостей, этих пазух, тогда уже голос становится внятным, четким, ясным. Далеко за примером ходить не надо. Когда человек болеет насморком, гриппом, что происходит? Воспаление этих пазух, воспаление этих полостей, вот этих полостей, гаймаревый пазух, гаймар, гаймар, это фамилия автора. Вот верхняя челюстная пазуха, сина с макселярисом, уважаемые студенты, парная, да, вот, полость верхней челюсти, мы здесь ее не видим, вот, туда можно попасть, вот, через средний носовой ход, имеется пустота такая, вот здесь. Ее, значит, фамилия, автор, называется гаймар, и не будет ошибки, если вы назовете там верхнюю челюстная пазуха, или там гаймарова пазуха, вот. Но в этих полостях, в этих пазухах имеется что у нас? Значит, при воспалении происходит отек с листой, они отекают, воспаляются, и дальше уже, когда мы с вами разговариваем, ударная волна, голосовая, она ударяется об стенку отекшей с листой, то есть снижается резонирующий эффект, то есть они являются своеобразными резонаторами, резонаторы, вот эти пазухи, естественно, как будто человек при гриппе, во время насморка, во время разговора, как будто, словно, мы говорим, гундосит, то есть разговаривает через нос. Ну, а дальше мы с вами выздоравливаем, проходит воспаление, проходит отек, вот, и, естественно, голос возвращается. То есть знание анатомии черепа, уважаемые студенты, важное знание заключается в том, что вот эти полости, вот эти полости, вот эти пазухи, лобная пазуха, верхночелюстная пазуха, значит, голосницы, они имеют анатомическое сообщение между собой, и после каких-либо перенесенных заболеваний, инфекция может очень просто из одной области попасть в другую. Например, все эти пазухи, околоносовые пазухи, синус фронталис, лобная пазуха, в которой находятся лобные кости, пожалуйста, гайморова пазуха, или верхночелюстная пазуха, которая находится в верхней челюсти, пожалуйста, ячейки решетчатой кости, кленовидная пазуха, они все сообщаются с полостью носа. И вот вроде человек там переболел гриппом, насморком, дальше он как бы выздоравливает, но через некоторое время выясняется, что пошло осложнение, то есть, что произошло? Инфекция очень легко за счет анатомического сообщения из полости носа через средний носовой ход попала куда? В верхнюю челюстную пазуху, то есть, вот сюда попадает. и вызывает индукцию воспалительного процесса как вторичная инфекция, то есть, первичная инфекция сидела в носовой полости, дальше человек думает, что он выздоравливает, а на самом деле инфекция перебралась из полости носа куда? В верхнюю челюстную пазуху и вызывает воспаление. Может, вы слышали? Гайморит. Гайморит. Воспаление в верхней челюстной пазухи. Еще раз повторяю, Гайморит. 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 Это фамилия автора. Вот этой пазухи. Или, можно сказать, Макселит. Макселит. Синус Макселит. Значит, Гайморит. Воспаление вот этой пазухи. Или инфекция может из полости носа, не обязательно там в верхнюю челюстную пазуху. Куда? Подняться в лобную пазуху, пожалуйста, вызывает воспаление именно лобной пазухи. Так, лобная пазуха. Синус фронталис. Фронтит. Пожалуйста. Или инфекция из полости носа может попасть кленовидную пазуху, кленовидная кость, кость бабочка, которая находится посередине. Тело кленовидной кости, кубообразная форма. И там находится полость чуть меньше одного кубического сантиметра. Пожалуйста, воспаление кленовидной пазухи. Сфеноидит. А может быть такое, когда все синусы одновременно задействованы. Все синусы воспаленные. То есть осложнение пошло. Или, например, воспаление и лобной пазухи, и верхнюю челюстную пазухи, и кленовидной пазухи. Тогда будет уже синусит воспаление всех пазух. Это отделение лор-болезней. Да. Масса трубок, которые вставлены через полость носа, вот отсюда. Вставляется в лобную пазуху, в верхнюю челюстную пазуху. А в чем дело? Здесь воспаление, жидкость. Гнойная жидкость. Сразу дискомфорт, температура. Да, чувство заложенности. Но хирургии принято как? Там, где гной, там должен быть разрез. То есть от этого гной мы должны избавиться. Но здесь мы резать не будем. Здесь вставляются именно вот эти все трубочки, которые, через которые проводят вот эти все вымывания, дренажные системы, дренажные трубки. Туда вводят всевозможные антибиотики. Значит, от гной надо избавляться. То есть дренируют эти трубочки. С одной стороны дренируют, с другой стороны промывают. Спринцевание, промывание до тех пор, пока не произойдет окончательное очищение. плюс еще естественно лекарственная антибактериальная соответствующая терапия. Конечно, вот это все очень важно знать, несмотря на то, то есть стоматолог должен знать не только зубы. Вы поймите, стоматолог должен знать все, что касается черепа. Вот эти всевозможные ослаждения. Они могут перебраться из одной области в другую. Гнойный зуб, он может быть причиной, например, гломерол нефрита, пожалуйста, да, воспаление, будто выздоровел, а там через некоторое время гломерол нефрит, воспалительный процесс и так далее, или там остеомиелит, если неудачно выполнено примутоление зуба, гной может перейти на костную ткань, на нижнюю челюсть, да, и может произойти именно остеомиелит, да, до такой степени, что кость смягчается, или остеопороз, остеомиелит, она становится, костная ткань такая, мягкой, да, а потом могут быть переломы со всем вытекающим последствиями, и вы это должны знать. Вот. При выполнении каких-либо оперативных мешать. Многие из вас станут, например, челюсть с козелыми хирургами, а тут надо знать полностью топографическую анатомию лица, надо знать все эти нервы, артерии, сосуды, как они направляются, как делать разрезы при флегмонах, да, не просто флегмоны, челюсть в лицевой области, вот здесь флегмона, только воспаление. Флегмоны это воспаление подкожеровой клетчатки, воспаление, ну, первое, надо знать, откуда она там взялась, откуда она там появилась, это флегмона, откуда-то, где-то было первичное воспаление, гной, и походу сосуд нервного пучка из одной области попала сюда. Дальше, раз флегмона, значит, от нее надо избавиться. Как? Флегмона, там значит, трой, гной, надо делать разрез, но разрез тоже надо знать, как ее делать, понимаете, разреза никак попала на лице, понимаете, иначе мы вызовем парез, мимической мускулатурой, в каком плане, ведь топографически на лице у нас имеется лицевой нерв, нейроспециализ, седьмая пара череп мозговых нервов, которая, на прошлой лекции, я вам рассказывал, выходит через шилососовидное отверстие, вот отсюда, потом делится на пять ветвей, как солнышко, как лучи солнца, вот, идет на переднюю поверхность лица, и нервирует мимическую мускулатуру, мимику у человека, вот она и нервирует, и при удалении, скажем, когда мы делаем разрез, надо делать разрезы не в этой проекции, не вот так, вот так разрежем нервы, а вот так, параллельно этим ветвям, вы понимаете, то есть, как идут и веточки, вот, веточки лицевого нерва, вот такие должны быть разрезы, вот так вот, меньше вероятность, что мы их разрежем, они вот так разрежут, так мы пересекаем ветви лицевого нерва, и кроме пареза, паралича, мимической мускулатуры, ничего хорошего мы не получим, то есть, для этого надо знать анатомию, топографическую анатомию, вход нерва, сосуде нервных пучков, как они идут, откуда направляются, куда направляются, что нервируют, да, вы должны знать, при разрезе, вот идет кожа, потом подкожевая клетчатка, потом какая мышца, да, потом какие сосуды, и вплоть до костной ткани, вплоть до костной ткани, вот таким образом, все эти моменты, вы должны учитывать, уважаемые студенты, я про основание черепа, вообще молчу, когда мы с вами пройдем, откройте, пожалуйста, основание черепа, вот слайд назад, в основание черепа, где имеется возможное отверстие, дальше, вот основание черепа, ну еще там красочная картина была, дальше, вот, пожалуйста, основание черепа, у вас даже на экзамене будет вопрос, внутреннее основание черепа, наружное основание черепа, смотри, пожалуйста, все эти отверстия, то есть вы должны знать, какой нерв, какая артерия, как она проходит, куда идет, куда направляется, да, потому что в этих отверстиях, вот этих отверстиях, пожалуйста, вот, ляминокреброза, пожалуйста, слепое отверстие, форамин цекум, форамин рутундум, форамин овали, вот, форамин овали, фарамин рутунду пожалуйста вот порос акустикус интернус парами не гуляли вот этих отверстиях проходят соответствующие там примерно 12 пар черед мозговых нервов там проходит сосуды а кость она может давать свои опухоли вот выросли всевозможные остеи фиты или опухоль растет из гостной ткани она начинает сдавливать в эти нервы вот эти сосуды и вызывается пищевую патологию мы должны с вами найти вот эту патологию мы помните с вами обсуждали лицевой нерв например тот же сам то есть когда поступает человек с порезом например лица например мимическая мускулатура позвонишь и скос лица в не ту сторону то есть вы должны знать этот нерв начиная от его ядер лицевого нерва где не расположена до головном мозге то есть например стволовая часть ядро этого нерва как формируются корешки как они сливаются между собой как они собираются постепенно этот мир топография нерва в полости черепа как он уйдет из полости откуда выходит куда вступает этот мир а вступает он в пирамиду височной кости этот небе зоне 7 пара череп мозговых нервов даже над не идет куда он дальше идет вот перпендикулярно латерально оси пирамид вот ось пирамиды вот височная кость на идет куда латерально потом идет назад спускается и вниз выходит через шило сосцевидное отверстие делись на 5 ветвей нервит мимическую мускулатуру и тут врач невропатолог или через свой хирург он должен понять на каком уровне произошел порез где а может ствол мозга на уровне ствола то есть там перенес какой-нибудь там микро инсульт инсульт естественное нарушение кровосабжения ядер а может быть там где из головного мозга что-то растет тоже сдавливает эти нервы а может быть там где нет вступает в этот канал вот канал лицового нерва из костной ткани из пирамиды височной кости растет какая-то опухоль и нас сдавливает этот нерв в этом канале особенно это происходит в области коленца лицевого канала геникулю мир и пациент да а может быть такое что все нормально на этом то есть вот здесь и то есть нет каких изменений не мозговой части там в области черепа не пирамиде височной кости а вот там где лицевой нерв вышел через парамет сила мастаиды вшел сосцевидное отверстие она прободает при их ему окушной железы то есть была воспаленная железа которая ставила сдавливает ветви лицевого нерва до воспалению около слюны желе около ушной слюны железы произошло паратиедит вот и они вот эти нервы временно сдавлены парализованы сдавлены отсутствует иннервации и нервации вот этой мимической мускулатуры в этом случае здоровая сторона она тянет на себя поврежденные то есть парализованную на свою сторону тянет до возникает и скоса на лице то есть примеру очень много вот вы будете изучать вот эти всевозможные воросты вот эти синусы синусы вот каждая кость при изучении костей мозгового черепа что затылочной кость что теменные кости что лобная кость сульку синуса гиталию суперию сургусин будете встречать и лобной кости сульку борозда верхнем сегитального синуса будет начать и в теменной кости и затылочной кости сигмолитные синусы пора уступить по перечне вот эти все синусы но синуса что значит синусом обычно в б Terre косточной ткани там как раз таки залегает венозные сосуды эта система визнозного оттока от головы от головного мозга то есть система кроссовжения головного мозга то что вы будете изучать как раз обжается головной мозг артериальная система да как проходит сонная артерия в каком канале идет вы будете изучать височную кость вы будете изучать всем каналов височной кости и в каждом канале где канал начинается где он заканчивается что проходит Да. Один из каналов это, скажем так, сонный канал височной кости, который начинается на нижней поверхности пирамиды височной кости. Вот здесь сонный канал начинается, идет под углом потом 90 градусов, поворот попадает в полость черепа. Вот. Соебразность строения вот этих вот костных образований. А почему под углом 90 градусов? Да. А почему? А чтобы защитить головной мозг от гемодинамического удара. Чтобы не было кровезлияния. Чтобы не было кровезлияния. Потому что именно сонная артерия является основным источником раздражения головного мозга. Поэтому, чтобы защитить наш головной мозг от гемодинамического удара, сонный канал, который находится в пирамиде височной кости, имеет форму изгиба. Вот она. Под 90 градусов под углом она изгибается. Мало того, вот вы будете проходить анатомию черепа, еще шейный отдел позвоночного столба. Обратите внимание, в поперечных отростках, шейных позвонков, там будет проходить что? Позвоночная артерия, которая отойдет от подключичной. И она будет идти в костнофиброзном канале. Но перед тем, как отойти от подключичной артерии, позвоночная артерия сделает изгиб. Обязательно изгиб. Если здесь не сделает, она сделает там, когда она выйдет в атлантовой части, второй изгиб. То есть такой же сифон, изгиб, как у сонной артерии. Просто у сонной артерии вот этот изгиб под углом 90 градусов, а потом в полости череп она будет делать, и вы должны все это знать, и какие ветви там отходят. И дальше вот эти изгибы позвоночной артерии, как бы дополнительное расстояние для позвоночной артерии. А я вам говорил на прошлой лекции, что костнофиброзный канал, образованный именно шейными позвонками, где проходит позвоночная артерия, для позвоночной артерии он является специальным массажером, тренажером. Да, это запас длины, когда мы с вами поворачиваем голову влево-направо. Плюс защита тоже от гемодинамического удара. Наверняка, когда вы едете домой, или на долгие расстояния, в автобусе, в поезде, обратите внимание, идет, например, труба с водой. Через некоторое время труба обязательно сделает такой вот изгиб, п-образный. Или она сделает по высоте, или на земле она сделает п-образный изгиб. И дальше идет труба. Через 100 метров опять изгиб п-образный. Обратите внимание, вот эти изгибы, они неспроста. Эти изгибы трубы, они направлены до того, чтобы не было гидродинамического удара, чтобы вот эта труба, чтобы она не взорвалась от напора, от давления. Потому что эти изгибы, это такие вот препятствия току жидкости, которые снижают скорость воды в трубе. То есть пока вода пройдет, этот изгиб п-образный, скорость воды падает, давление падает. И обратно, 100 метров идет через жидкость. Пока она набирает скорость, опять препятствия. Вы поняли? То же самое здесь, чтобы защитить наш головной мозг от всевозможных ударов, гемодинамических ударов. Видите, все как непросто устроено. Изгибы позвоночной артерии, скажем, до входа в позвоночный канал, после выхода. Изгибы сонной артерии внутренней в пирамиде височной кости. И она устроена так, что сонная артерия, внутренняя сонная артерия, она в этом изгибе, в этом канале, она не спадает. Потому что ее стенка наружная, она спаяна со стенкой внутреннего сонного канала, чтобы сохранить гемодинамику. Потому что это две единственные артерии, именно, скажем так, магистральные артерии, у которых то в крови идут снизу вверх, против всех законов притяжения. Например, сонная артерия и позвоночная артерия, они именно два, две артерии, два, скажем, магистральных сосуда, которые расслабляют у нас головной мозг. И для этого имеются всевозможные вот такие вот факторы, чтобы все это сохранить, чтобы не нарушалась гемодинамика, но и чтобы не было всевозможных инсультов, чтобы не было кровоизлияния и так далее. Так, с этим все понятно. У нас по плану какое занятие сегодня? У вас в неделю два занятия? Одно занятие? Пока одна лекционная неделя. Ну, лекционная неделя, дальше у вас потом начнется вот эти все практические занятия. Практические занятия, практическим занятием я вам, значит, советую выучить полностью, значит, кости черепа. Что вы должны знать? Выучить полностью классификацию костей черепа. Общий план строения черепа, прочитать. Не надо сразу приступать к изучению отдельных костей черепа. Нет введения, общий план костей черепа, строения черепа, как они делятся, кости черепа, классификация, мозговой, лицевой, парные, непарные, пневматичные, непневматичные. да вот все это выучить вот видение да потом а дальше уже приступаем к изучению костей мозгового черепа ну там надо посмотреть по календар тематическом плану вас наверно там такие занятия идут как развитие черепа роднички филгенез ну вот это все прочитайте потому потому что вот эти особенности они имеют важное практическое значение если сравнить черепа филогенезом feels генетический путь до прими становление костей черепа как fil геонези например отличительной особенностью чего некоторых представители животного мира в эмбриогенезе как кости черепа ведут потому что все эти возможные роднички это это же время на все это временное значит фиброзная ткань которое нужно необходимо что передать именно костям черепа пластичность когда ребенок проходит через родовые пути в маке а потом уже естественно кости черепа вот это все имеют фиброзная ткань происходит осификация замена и она меняется на костную ткань то есть становится прочной ясно всем все ясно